Итак, коллеги, двигаемся дальше. Ольга Батум-Фетисова. Я приглашаю сейчас тебя включить видео и подключиться к нам. Вау, какая красота! Какая тут красота! А спикер не один оказался в нашем эфире. И позвольте вам представить. Ольга Батум-Фетисова, МСС, дипломированный микробиолог, экономист, психолог, коуч-предназначение, старший преподаватель высшей школы бизнеса и УФО, официальный представитель лирекса интернационного в Крыму и Севастополь. И сегодня тема Ольги это 5 мифов о коучинге, почему коучинг останется, глубокий взгляд на востребованность коуча и коучинга и на то, чем мы можем поддержать клиента сегодня. Ольга, проверяем наш звук. Ага, да, я поняла. Сейчас сделаем. Сейчас, сейчас, сейчас. Одну минуточку, коллеги. У нас в связи с нынешней ситуацией чуть больше времени уходит на то, чтобы... Так, вот прямо сейчас все должно произойти. Ольга, пробуй. Ага, а вот так? Раз за три. Окей, все, включилось, да? Да. Приветствую. Добрый день, да, это мое альтер-эго гуляет, тот, который любит покрасоваться, всегда выходит, почему-то потом уходит. Да. Ну что же, всех приветствую. Ирина, спасибо за приглашение, спасибо за возможность поговорить об этом. А давай я спрошу вначале, так как у меня легла сегодня, стерлась презентация такая, заботливо подготовленная. Вначале лег интернет, потом презентация, потом приехали класть асфальт почему-то прямо сейчас. Я сижу такая думаю, ну, наверное, все, что я хотела сказать, нужно на другом как-то уровне рассказать. Скажи, пожалуйста, наши участники сегодня, это кто? Мы сейчас узнаем. Я знаю, что у нас есть много коучей в нашем чате. Те, кто обучаются коучингу, уже обучился и активно практикуют. Я могу попросить сейчас участников включить видео, потому что ты как в числе тех спикеров, которые очень хотели видеть участников и видеть глаза. Да, это да, да. Пожалуйста, по возможности. Сегодня. Можете тут сделать? Сегодня, да, привключайте видео, посмотрю я на лица. Здравствуйте, здравствуйте. Сегодня у меня был длинный разговор с маркетологом, очередной маркетолог мне звонил, рассказал о том, как надо упаковать мой великолепный продукт. Вот, и о том, как сейчас востребован онлайн, и как дети совсем по-другому учатся. Я говорю, вы знаете, 20 лет осваивала возможность передавать информацию качественно очень. И, видимо, нам нужно сейчас сохранить это дело, и я не буду наговаривать программы на аудио. Так что мне нужны лица, если хотите, включайте. И у нас много коучей, видимо, поэтому пришлось отказаться от презентации. От презентации, потому что презентация была направлена для людей, которые не знакомы с коучингом. Почему-то я решила, что международная неделя коучинга – это для тех, кто только знакомится с ним. Ну, а так как мы здесь глубоко уважаемые коллеги, видимо, нужно будет другие мифы рассматривать. Хорошо, пойдем поглубже. И у меня есть поговорить о том, что такое мифы для людей, которые смотрят снаружи на нашу профессию. И есть поговорить о том с людьми, которые уже внутри профессии или почти внутри. Ну что же, меня зовут Ольга Батумфитисова, я MCC ICF, уже чуть-чуть больше, чем год. И могу сказать, что самый распространенный вопрос в прошлом году, который мне задавали, а что изменилось, когда ты стал MCC? Он меня очень сильно озадачивал. Вдруг я поняла, что в момент, когда я получила credential, подтверждение, ничего не изменилось. Но очень много чего поменялось в предыдущие два года, когда шел путь на этот, на сегодняшний день. Сейчас, одну секунду. Я его выгоню, иначе он не даст нам вести занятия. Итак, очень много чего поменялось перед тем, как получить квалификацию. И если говорить о том, что является темой сегодняшнего нашего разговора, это разговор, как будто бы мы сидим у камина и поговорим о своем внутри себя. Мне не хотелось бы делать высоких призывов, не хотелось бы пригласить вас в развенчивание мифов о нашей профессии. И вот когда меня спрашивают, что изменилось, это именно этот процесс развенчивания мифов о последних розовых очков по поводу нашей профессии. Итак, я, наверное, не буду говорить, кто такой коуч. Все присутствующие здесь люди, скорее всего, знакомы уже с тем, что коучинг — это профессия, которая помогает людям. То есть мы носители помогающей профессии. Мы люди, которые поддерживают других людей. Таких профессий очень много. В общем, слово «поддержка» в английской транскрипции в этом месте не является собой support, когда мы поддерживаем буквально кого-то, а это serve от слова «служение». И это про то, что в момент, когда мы являемся представителями своей профессии, а по этическим нормам ICF любой, кто учится этой профессии, уже является ее представителем, в этот момент мы с вами находимся на территории широкого взгляда на поддержку как таковую в более широком смысле, чем просто с кем-то находиться. Хотя это в эту сторону, если смотреть. И вот миф номер один, с которым встречаются все новички нашей профессии, к сожалению, он создан нами. Я 15 лет провожу коучинг на русскоязычную территорию. До 2014 года мы прокачивали в основном Украину. Теперь это немножко более широкий охват, и мы находимся все равно в русскоязычном пространстве, но теперь как бы в России. И, к сожалению, все мы, кто продаем коучинг, имели отношение к этому первому мифу. Первый миф – это, ну, в зависимости от школы, 4 дня 4 раза, или 3 раза по 5 дней, ну, неважно, или там полгода вебинаров, и вы будете коучем. Это миф, сразу могу сказать, потому что эта профессия, как и любая другая, требует от любого, кто хочет быть профессионалом, минимум 5 лет. Вспомнить, вот Ирина, когда представляла меня, сказала о том, что мы, ну, что я, мы, о том, что я являюсь по первой специальности, конкретно в дипломе написана биотехнология, но я микробиолог, химик, и вообще-то мы узнавали на распределении в своем ВУЗе, на своем факультете единственном в стране, что мы специалисты как раз по бактериологическому оружию и защите от него. Это была моя первая специальность. Я могу сказать, что одна из самых, ну, то есть она потребовала от меня 5 лет изучения, 14 химий, значит, полностью всего инженерного аппарата, латинского языка, физиологии человека, а также пяти царств микробов, погружение в пяти царств микробов, а также целые технологии о том, как с ними обращаться. И Советский Союз распался на тот момент, мы стали невостребованы, как оказалось, очень зря. И, ну, как случилась судьба и судьба, и я отработала в Министерстве экологии Крыма 7 лет как главный специалист в Министерстве экологии, человек, который занимался водой, водой в Крыму. И, то есть я погружалась в эту профессию. Я могу сказать, что знания, которые я получила в университуте, теперь это академия, в академии пригодились мне, конечно, но в основном я осваивала в лаборатории. Все школы коучинга в практике, которые существуют на сегодняшний день, неаккредитованные ICF, вот этот теоретический весь блок, упрощают, уминают так, чтобы дать сразу ученикам практику. Поэтому есть иллюзия, что я вот сейчас полгода позанимаюсь под присмотром преподавателей и сразу стану профессионалом. Это миф. Профессор потребует минимум пяти лет для того, чтобы быть признанным профессионалом. В нашей профессии мы проходим это время, мы проводим в основном с людьми. И я могу сказать, что вторая моя специальность, экономист, она была получена после того, как я стала владельцем бизнеса. И третья специальность, считайте, коуч. Ну, вообще-то перед этим был бизнес-тренер, но это были времена еще, когда вообще никто не мог сказать, почему это работает. Но в любом случае мы учились на практике, то есть через три года жизни в тренинговом зале я стала тренером. А потом появился только коучинг. И, собственно, коучинг объяснил, как работала вот эта вот предыдущая штука. И я могу сказать, что психология, я специалист в области, практически психолог, и я получила эту специальность, чтобы развенчать второй миф, о котором вы уже догадались, какой он. Миф, связанный с тем, что для того, чтобы быть коучем, вы должны быть психологом. Этот миф очень во многих головах, но на самом деле это не так. Это немножко разные, то есть совсем разные специальности. И для того, чтобы быть профессиональным коучем, то есть с точки зрения мифологии, они идут рядом, эти два мифа. Первое, то, что вы вообще можете зайти и за полгода освоить профессию. Миф номер один. Профессия будет освоена вами в течение пяти лет, как минимум пяти лет, в зависимости от практики, а также от количества менторингов, которые вы проходите со своей личностной, уникальной моделью и стилем коучинга. Это хорошая новость. То есть вот есть миф, есть, как это на самом деле, и есть очень хорошая новость после этого мифа. Коучинг – та профессия, которая приветствует уникальный стиль. Хотя есть уже несколько стилей коучинга, вы знаете, да, коучинг директивный, коучинг директивный, коучинг agile, коучинг, коучинг executive. Это немножко разные стили, но в каждом из этих направлений, командный коучинг, чуть не забыла, в каждом из этих направлений приветствуется уникальная, неповторимая стилистическая основа, подход и маника коучинг. МСС вы не сможете стать, если вы не будете знать, что уникального вы приносите в эту профессию. Кто вы такой? И, кроме того, это потребует не только вот роста и практики в течение пяти лет, но вот как если бы вы ходили… Сколько времени нужно для того, чтобы стать профессиональным коучингом? Вот как если бы вы ходили в институт, закончили пять лет, придете на производство или на фирму, и вам скажут, ну все, теперь забудь все, что ты знал. В институте все, что ты учил, сейчас мы тебе вот тебе раз задание, два задания, три задания, четыре задания, и через некоторое время, собственно, ты научишься. Да, знания пригождаются, безусловно, учиться нужно, голову расширять обязательно, и это параллельная струя. Вы можете, слава богу, коучинг настолько разносторонний, требующий разностороннего охвата подход, что все книжки, которые вы прочитали, все методы, которые вы изучили, все фильмы, которые вы посмотрели, и все институты, которые вы закончите, синтегрируются в ваш личный коучинг. Это хорошая новость. Пишите вопросы сразу, мне будет удобнее работать с обратной связью. Второй миф, вот, звучит следующим образом, и он, собственно, он в основном, конечно, наружен, от людей, которые смотрят на нас снаружи. Этот миф о том, что покажите ваш диплом психолога, тогда мы поверим, что вы коуч. Я училась психологии как... Ну вот, кто меня знает, не знает, что я очень такой, как сказать, образованный человек, такая подкованная, соображалка работает. И это не как... Соображалка работает насчет ума, я ничего не скажу, но соображалка работает. И вот, психологическое образование я получила с третьего раза. Это был суровый путь. Ну, собственно, за дипломом по психологии я пошла вот в эту область для того, чтобы, как теперь оказывается, развенчать миф про то, что коуч обязан быть психологом. Давайте скажем, нет и не обязательно. Я знаю очень много коучей замечательных, прекрасных. Да, и тренинги я вела тоже уже к этому моменту. Собственно, с чего все началось? Вот психология, с чего началась в моей жизни? Я в тренинге, нам дали технологию, мы ее повторяли вместе с теми, кто раньше нас начал этим заниматься в формате, в бизнес-формате и лайф-формате. И эта штука работала у нас на глазах. Вот у меня просто каждый раз случалось то, что называется почти чудо. Человек очень мощно, разворотно, поворотно менял свои убеждения, это приводило его к замечательным результатам. И никто не мог объяснить, как это работает. Учителя, которые меня учили, говорили, чего ты паришься? Работает, таблетка действует, делай. Ну, я фармацевтический институт закончила, мне таблетку мало получить, мне надо знать, куда она попадает и как она оттуда выходит. Это очень важный момент. Я говорю, ну, ребята, ну, объясните, это же должно как-то, где, где это срабатывает, где кнопки-то. Если знать, где кнопки, значит, мы можем их расширять, менять, совершенствовать, интегрировать один с другой, дифференцировать одно от другого. Покажите, как это работает. Учителя говорили мне, да, про макодинамику, спасибо, и кинетику тоже, да, то есть учителя говорили, отцепись. Я пошла в психологический вуз в своем городе, я пошла, начала учиться. Зав в кафедре моей психологии, так как, да, она, узнав, чем я занимаюсь, потому что я начала задавать вопросы, а вот как это на тренингах? Она услышала слово «тренинг». Да, здравствуйте, коллега. Она услышала слово «тренинг» и, в общем, закончилось все первый раз, закончилось все конкретно и такой неприкрытой, не первой в моей жизни, могу сказать, травлей от того, что, ну, как бы, обсуждалась, значит, моя умственная полноценность. Мне пришлось бросить вуз, потому что совершенно невозможно было находиться. То есть каждое занятие начиналось, и что скажет начальник транспортного цеха, вот, шарлатаны и так далее. Мне пришлось уйти. Второй раз я зашла на психологическое образование, потому что, уже будучи коучем, потому что пошел слушок такой, что будет требоваться психологический диплом для того, чтобы иметь право работать с людьми. Это совпало по времени с историей, которой вот перед нами выступал, перед нами выступал турецкий коллега, и турецкие бизнесмены начали требовать психологических дипломов от коучей, и турецкое представительство Ericsson Крым, она была практически единственной школой на тот момент в Турции, с помощью ОСЕФ выиграла суд, где было доказано, что коуч психологам быть не обязан, что это другая специальность. это вот по времени совпало с моим вторым заходом на психологический факультет. Я очень люблю учиться, очень, просто нет ничего волшебнее лично в моей жизни, чтобы взять какую-нибудь вот такую вот красивейшую ручку, еще более красивую, это не всегда у меня под рукой, еще более красивую тетрадку, вот такую, и сидеть писать, писать конспект, обожаю конспекты, очень люблю, они у меня, и я, значит, с этими тетрадками, с конспектами, начала погружаться в специальность, параллельно у меня же вот была работа, тренинги, коучи, коучинг, и где-то месяцев, наверное, через пять, так как это было уже третье высшее образование, то есть все предметы типа физик всяких и так далее уже мне перезачли, и то есть сразу в профессию, и я через месяцев пять-шесть обнаружила, что заходя в тренинговый зал или присаживаясь с человеком в индивидуальную коуч-сессию, у меня вот так, глядя на этого человека, как в 4D изображении, знаете, вот сейчас карточки есть прекрасные, через телефон можно 4D делать, вот так рядом с ними, вот так начинали бежать буквы, на которых были написаны диагнозы, и через шесть месяцев я обнаружила, что мир надо лечить, срочно и безотлагательно, потому что ни одного человека здорового я за шесть месяцев не встретила, начиная с зеркала, и я бросила еще раз, потому что это мешало мне работать, и вот уже с третьего раза хорошо все подготовив, договорившись с преподавателями, выстроив индивидуальное обучение, так, чтобы, понимая, что я встречу, я зашла на третий раз, на третий высшее образование, и получила диплом психолога, развенчав миф о том, что человек обязан быть психологом, чтобы быть коучем, это было не так, и подтверждение развенчания этому мифу, но вы можете посмотреть статистику ICF, посмотреть, сколько коучи являются владельцами дипломов психологии, могу сказать, что очень небольшой процент в коучинг приходят отовсюду, это вот сейчас я, это будет следующей историей, и миф, миф был развенчан в момент, когда мы выдали диплом психолога, мне выдали диплом психолога, и потом, знаете, так вот, от А4 отрезанный листик, на котором было напечатано подтверждение с печатью, на вот этом листике, потому что в диплом не влезало уже, и предметы такого мы не учили, было написано по-украински, так это был украинский вуз, «Май атерацию портюватый коучем», имеет право работать коучем. На тот момент я уже была PCC ICF, и глядя на меня, зная, что я как раз коуч, доктор наук, которая психологических и философских, которая была моим научным руководителем, по диплому она сказала, «А теперь же вы же нам расскажете, что это такое коучинг?» Я говорю, «Да, да, теперь обязательно расскажу», и я им проводила однодневный курс для того, чтобы познакомить с тем, чем я на тот момент уже занималась за 8 лет. 8 лет очень подробно. Хороший вопрос. Вот следующий миф. Раз я не психолог, могу ли я работать? Миф звучал следующим образом. Был озвучен одной из наших участниц на курсе подготовки коучей, когда она, услышав о том, как устроена коучинговая профессия, задала такой вопрос. «Но мы же не работаем с людьми с травмами?» Вот так звучал. То есть миф звучит следующим образом. Я, как коуч, должен работать так, чтобы в момент, когда я захожу на территорию, где травма у человека, я должен отправить его лечиться. Это миф. Во-первых, то, как я ответила той прекрасной девушке, я говорю, «А если вы мне покажете хотя бы одного человека в мире, у которого нет психологической травмы, я с удовольствием с ним поработаю». Но также нужно сказать, что если вот этический кодекс, который только что проработан, но вот эта штука там осталась с самого начала, потому что это является корнем нашей профессии. Этический кодекс не говорит о том, что мы обязаны передавать человека другому специалисту. Этический кодекс говорит о том, что мы, если не справляемся, то ищем другого специалиста. И он не обязательно психотерапевт или психолог. Это может быть другой коуч. Человек, который сможет с помощью корневой core model, core не очень правильно ли вот, ну, я знаю, что его никак не перевести. Вот core model переводится, как на русский язык, приняли слово, договорились переводить, как корневая модель компетенции. Но core – это ядро, то есть ядро профессии, в ядре профессии мы имеем все компетенции для того, чтобы поддержать человека в том, чтобы он… и это не зависит… Вот почему это не психология, background не зависит от того, что вы, как коуч, задаете вопросы о будущем. Да, и даже я бы сказала так, практически обязательно, если вы коучи, и вы уже начали практику, вы знаете прекрасно, что в какой-то момент какой-то любой клиент может расплакаться. Как только клиент заплакал на коуч-сессии, это значит, что мы ему на больную эту мозоль наступили. Это слезы счастья, или это слезы боли, неважно, то есть там больная мозоль. Все, кто уже успел побывать на продвинутых программах, связанных с ценностями, таких как, например, ну не буду говорить, тут что-то, территория за этот, свободное, ну в любом случае, то есть обозначают, все школы коучинга обозначают, сейчас вот мы говорим про ценностный компонент. Коучи работают с ценностным компонентом, коучи предлагают ценностные вопросы, и как только мы исследуем запрос клиента с ценностной территории, в этот же момент нужно понимать одну простую вещь, он заплачет, то есть такой шанс есть, или замолчить надолго, или сукоржиться, и это значит, что мы натупили на то место, где у человека болезненные воспоминания. Хорошая новость. Хорошая новость в том, что коучинг обладает побочным терапевтирующим эффектом, связанным с тем, что как только мы перераспределяем ресурсы мозга, здесь я бы чуть-чуть подольше, если у нас есть время, но я уже третий миф раскрываю, поэтому я думаю, на два остальных там останется, но вот миф развинчивается следующим образом, как только мы понимаем, я как биолог понимаю, что вот эта штука так работает удивительным образом. Я, конечно, понимаю, что мне стоило быть повнимательнее во время первого образования, но, слава Богу, я почти все помню и подтверждаю, как человек, который учил физиологию и так далее, о том, что есть один факт о том, что мы как специалисты, вот здесь вопрос, что вы думаете о безопасности воздействия на психику человека. Вот, собственно, сейчас будет ответ на этот вопрос. Что такое психика? Ну, мы тут все свои коучи, я могу сказать, что психика это глюк, который возник от того, что мы имеем упакованный в своем, в каждой голове супераппарат, лучшее творение, которое есть во Вселенной на сегодняшний день. Чтобы убедиться в этом, можете познакомиться с устройством глаза, которое является частью этого аппарата. У каждого из нас стоит видеокамера. Посмотрите, как она показывает. Видите, я такая, ну, я не очень такая кривая, как она мне, то у меня плечо вверх, я сижу ровно, на самом деле, а плечо вверху, причем я не очень понимаю, какое. Все вот так вот растянуто. Вот, смотрите, видите, как с руками что происходит, да? Вот, наш глаз умудряется выдавать нам реальность практически один к одному. Сетчатка глаза может отличить один фотон света. То есть, вот, темнота будет полная, и если там будет хотя бы один фотон света, глаз передаст сигнал в зрительные бугры о том, что все, светло. Представляете? То есть, это супераппарат. Этот аппарат создан для того, чтобы мы эффективно принимали информацию снаружи, обрабатывали ее через шесть слоев только неокортекса. Я уже молчу о тех отделах, которые упакованы в среднем мозге и про спинной мозг. обработали все это через СНС и выдали адекватный ответ, чтобы остаться не просто в живых, а еще желательно с едой, в хорошей теплой норе, живыми и здоровыми. В связи с этим мозг продуцирует 15 потребностей по книге Симонова «Эмоциональный мозг». Можете его прочитать. Очень полезная книжка. Хотим мы или не хотим, он хочет для того, чтобы мы были эффективны в мире. И одним из продуктов это является психика, то есть третий блок под названием самореализация, потребности мозга к самореализации. И эти потребности включают в себя игру, образование, свободу, самореализацию, собственно, и наследие. Мы даже знаем, что мы оставим после себя. И психика это такой глючок для него ему лучше, вот этому аппарату лучше, чтобы мы осознавали себя. Вот это я, это вы, это я такой, это вы такие и так далее. И в связи с этим надо понимать, что в связи с тем, что у нас основная часть потребностей решена уже абсолютно спокойно. У нас есть еда, вода, помыться где, теплое жилье. Значит, также очень хорошее медицинское сопровождение, поэтому мы как бы, я обожаю одного человека, его зовут Виталий Сундаков, можете посмотреть его ролики. Это человек, который сделал то, что мы еще как коучи не смогли сделать в своей стране. Он внес в ГДЗОД профессию путешественника. Вот нам с вами, у нас номер один, это внести в ГДЗОД профессию коуч, тогда нам всем станет полегче. И он рассказывает о том, что когда он жил в сорока племенах, как он их называет, колыбельные цивилизации, таких вот родовых, клановых, джунглях и с папуасами, и с каннибалами, и с эскимосами, и с нашими племенами, которые по тайге еще там есть, где ходят. И он говорит о том, что когда я возвращаюсь из такой экспедиции, я, например, месяц выхожу на улицу с ощущением, что немножко все чуть-чуть как бы, ну вот, из реальности чуть-чуть все с ума сошли. Почему? Потому что я принес в магазин бумажки, и мне дали за них мясо, я, говорит, иду домой, все время думаю, что за мной сейчас побегут, потому что я их обманула. Вот. И жена говорит о том, что она развлекается всегда первый этот месяц, потому что он может подойти к холодильнику, открыть его, смотреть и удивиться, что все это здесь лежит, а перед этим ему не пришлось семь дней охотиться без еды. Понимаете? То есть мы вот эти потребности решили, поэтому у нас больше времени на осуществление вот этих вот удивительных способностей нашего мозга, которые называются собственно высшей психологической деятельностью. И для того, чтобы мы эффективнее своему мозгу курпатам говорят, вы ваш мозг и до свидания, это неправда, это миф, еще один очередник, но это не так. Мы чуть-чуть больше, чем просто наш мозг, потому что мы можем этой машиной на самом деле управлять. И коучи помогают это делать. Каким образом управлять? Безопасность организуется тогда, когда мы, как коучи, понимаем вот о чем. Каждый из нас рождается с конечным количеством нейронов. Вот всю следующую жизнь нейронов будет становиться меньше, меньше и меньше, меньше. но всю нашу жизнь нейроны для того, чтобы эффективно работал мозг, потому что ни один нейрон в одиночку не выживает. Он решает задачи своего выживания только когда он стоит во взаимосвязях с соседями. И этих взаимосвязей должно быть очень много и всю свою оставшуюся жизнь. Нейронов количество уменьшивается, а нейронных связей, нейронов количество уменьшается, количество нейронных связей растет и может расти всю жизнь. Ну, конечно, если мы сильно стараемся над своим мозгом с помощью алкоголя, наркотиков, мы, конечно, или там вегетарианство, мы, конечно, можем разрушить мозг раньше, но в основном здоровом, в ощущении здоровья мозг все время выстреливает постоянный рост и поиск новых соседей, новых соседей. в новых соседях собственно и содержится память о наших супернавыках. И там же записаны все наши ошибки. Собственно, безопасность для человека это возможность больше не ошибаться. А почему мы эти ошибки получали? Потому что есть хорошая русская поговорка на эту тему и украинская тоже по совместительству, славянская короче поговорка лезь по предбатке у пекла. То есть погнали по дороге разберемся. То есть мы захотели что-то с детства. То есть первые три года посмотрите просто, если вы родители, вы же понимаете, наши первые три года родители спасают детей от них самих. Наши дети лезут везде и родителям нужно все время за ними смотреть, чтобы они там откуда-нибудь не спрыгнули, в розетку не залезли, в горячую ванну не впрыгнули, там руку в огонь не засунули, не съели какую-нибудь пакость на улице. От собаки и от кошки подальше держались, особенно если они злые. И дети, и собаки, и кошки. То есть конфликт неизбежен. Сидят мамы в песочности, помогают разруливать конфликты, хотя этим мамам тоже нужны видимо свои мамы, которые мамам помогут конфликты распутать. И вот встраиваться в социальной связи. То есть речь идет о том, что мы вначале лезем куда-то и там получаем негативный опыт. Вот болезненность наша связана с тем, что у нас есть негативный опыт, боль по поводу того, что мы засунули свой нос куда-нибудь. Вместо того, чтобы сделать то, что все родители всем детям говорят. Подумай вначале, потом делай. Если говорить о коучинге, речь вот о том, безопасна ли эта профессия, могу ли я нанести вред человеку. Миф о том, что мы можем залезть куда-то, где сделаем ему хуже, это миф. в момент, когда клиент на сессии плачет, в этот момент у него происходит самотерапевтический эффект, потому что рядом коуч, и вы знаете, хорошая очень новость, связана с тем, что в двадцатом году эта компетенция наша называется коучинговое присутствие, а с двадцать первого года она будет называться просто присутствие. для меня это главный подарок от нашей профессии в прошлом году, потому что речь идет о том, что теперь точно определено место нашей профессии, и место нашей профессии быть не коучем рядом с человеком, каким-то там специалистом, а именно демонстрировать человеческое присутствие рядом с человеком, и все люди лечат свои травмы, рефлексируют прошлые ошибки эффективнее, рядом с хорошими людьми, вот нами, мы, теперь мы хорошие люди, присутствуем, как люди, рядом с другими людьми, и это классная новость, я считаю, когда я была в школе, мне говорили иногда, хороший ты человек, Фетисова, но за то, что хорошие не платят, вот я вам сообщаю, теперь будут платить за то, что вы будете хорошим человеком, рядом с другим человеком, это хорошая новость, и что еще важно понимать, что если вы в коучинговом присутствии находитесь рядом с человеком, то просто ваше присутствие дает параллельный такой побочный терапевтический эффект, и еще один шанс тому, кто рядом с вами, потому что если мы зашли туда, где тяжелые переживания у человека, и сможем помочь ему увидеть малюсенький шажочек, кусочек картинки ясного будущего, мозг получает сигнал, как ему перестроить свои связи с тем, чтобы его носитель больше не чувствовал эту боль. Вот о чем речь. Для меня это лучшая новость о нашей профессии всегда. Мы можем принести клиенту вред только если не уйдешься в коучинговом присутствии, начнем его лечить, а мы не учились, да, для того, чтобы лечить, надо быть психотерапевтом. На чем его лечить или учить? Вот о чем речь. И, собственно, отсюда вытекает четвертый миф. Этот миф связан вот с чем. Коучинг не обучает. Ну, наверное, вы сами ответите на этот вопрос. Почему? Потому что на самом деле коучинг одна из самых обучающих профессий коучинг один из самых обучающих процессов. Почему? Потому что если мы посмотрим на цикл колба, то он устроен, ну, выглядит четырьмя этапами. Первое, получение опыта. То есть мы что-то сделали, и от этого есть какой-то результат. Этот результат может совпасть, а может не совпасть с тем, что мы хотели. Мы обычно хотим как лучше, получается, как всегда, потому, что не прошел качественно следующий этап цикла колба, который называется рефлексия. То есть нужно обдумать, перепросмотреть, что сработало, что не работало, что нужно дальше, да, вот этот следующий, третий этап цикла колба, что нужно дальше делать, а что не нужно делать. Если все способы попробованы, а результат для вас не тот, который вы хотели, значит, нужно сочинить новый способ. Вот сочинение нового способа в классическую обучающую программу обычно не входит. Вот просто вспомните, как мы в школах учились. Вот вам параграф, вот вам упражнение, вот вам контрольное. Ай-яй-яй, ошибки. Перечитывай программу, параграф, делай упражнение, как написано, и сдавай контрольную работу. Я еще советский ребенок, я училась в школе, где поддерживалось состояние запустить творческий потенциал, свойственный человеку, и это творчество очень важный момент, то есть сочините свой способ решения задачи, было написано, не тот, который был написан упражнением. Мы сидели, ломали головы над тем, как вообще бы, вот еще бы, каким бы способом, как это сказать, докажите теорему 24-м способом, принесите уникальное решение. И вот мы там, то есть речь идет о том, что коучинг помогает людям придумывать, да, вот все наши вопросы, а не про то, как придумать, как себя вести в следующий раз. Это теоретизация, часть цикла колбы, которая теоретизация, но это о том, как создать бесцендентное будущее в своей голове вначале. Потом вынуть из него способ, это четвертый, записать его как действие и пойти в опыт, получить его, рефлексировать и понеслась опять дальше. И вот коучинг устроен именно по этой модели, причем мы присутствуем с клиентом как во время рефлексии, так во время теоретизации и поддерживаем в росте. То есть мы на трех этапах обучения находимся со взрослым человеком. Поэтому коуч это самая поддерживающая с точки зрения обучения профессия, которая есть на сегодняшний день. И она направлена в будущее. Это значит, что человек учится вперед чуть-чуть, вперед, заранее. Он учится вперед, он смотрит, как не вляпаться еще раз, как обдумать некоторые шаги, придумать запасные планы, чтобы желательно 6 штук конкретно по слоям неокортекса. А если это не получится, если это не получится, если это не получится, основная часть людей не заморачивается раздумыванием и сразу придет в опыт, там получает свои ошибки и говорит, все, это не мое, это неправда. Это неправда. Это неправда. Хорошая новость. Коучинг самая обучающая профессия. Клиент учится сам с нашей поддержкой, собирая и интегрируя все свои способы, укладывая их в дальнейшее действие. Вот. Так, движемся дальше. У нас у меня есть еще один миф. Это пари. Вы знаете, у меня есть три уже заключенных пари. Пари звучит следующим образом. Значит, ребята, с которыми я, значит, поспорила, утверждают по очереди следующие вещи. Первый человек говорит, чистой профессии коуча не может быть. успешный коуч, ну вот ты же говорит, почему мы с ним поспорили. Он говорит, вот смотри, ты же не коуч изначально, ты же тренер. Это, честно сказать, правда. Но с точки зрения поддерживающих профессий, я изначально коуч, а потом тренер, а потом психолог. в крайнем случае. Но говорит, невозможно. Я прошу прощения, сейчас второго выпущу. прошу прощения, просто у меня два кота. Я обожаю котов, потому что за ними очень удобно наблюдать за олимпической системой, как она срабатывает. выискивать в себе такие же манеры поведения и рефлексировать их, теоретизировать и придумывать новые действия. Да, так вот, первое звучало следующим образом. Ну, ты же не чистый коуч, невозможна профессия коуч, как чистый коуч. Вот у меня с одним из них пари, связанная с тем, что все успешные коучи, которые есть на сегодняшний день, они все кто-нибудь еще. Сам трудно, я уже знаю, предъявила ему коучи, которые не бизнес-тренеры, предъявила коучи, которые не психологи, предъявила коучи, которые не руководители. Ну, то есть не ведут никаких программ. Сложнее всего мне, конечно, отсепарировать сейчас чистых коучей, которые не занимаются менторингом. Потому что я зарабатываю и как коуч, и как ментор, и в связи с этим мне очень трудно. Самая сложная часть этого пари это вот здесь, потому что почти всех успешных коучей приглашают в менторскую профессию для того, чтобы быть вкладом в растущих специалистов. И мы соглашаемся на это, с удовольствием работаем с ребятами, которые растут. Почему? Ну, вот это будет завершающий, так сказать, я люблю пафос, но все-таки добавлю его. Почему? Потому что лично я занимаюсь этой профессией по двум причинам. И они оба связаны, как у нормального коуча, связаны с будущим. Лично я считаю, что это единственная профессия, которая сможет таки поселить свободу на нашей планете. А во-вторых, лично я считаю, что без внедрения этой технологии буквально везде мы так и будем бодаться с мифами о том, чтобы все время отстаивать свою профессию на тему того, что мы не такие. Ну, то есть вот первый миф такой, что вот поэтому если вдруг среди вас есть чистые коучи, пожалуйста, предъявите себя в такое название, я покажу вас и выиграю пари. Пока у меня есть один кандидат на эту профессию, девушка прям, она ничего не знала про мое пари, но она прям говорит, я хочу быть полик коучингом, заниматься на каком-нибудь предприятии, вот у нее сейчас началась эта работа, но пока что она еще начальник отдела, и она ее тихонечко эту профессию вторую отводит, я могу сказать, что это трудная пари, почему, потому что коучи это состоявшиеся люди, по данным Моисеев это профессия в Северной Америке 85% коучей за 56, я могу сказать, я видела их глаза, когда они люди Северной Америки смотрят на нас, ну я вот уже слава Богу почти уже, а вот многие руководители школ, коучи успешные, самый молодой МСС, русскоязычный человек, и я люблю выигрывать, что мне даст проигрыш в этом паре, я могу сказать, что я люблю выигрывать в паре, я вообще выигрываю по жизни, очень люблю, мне лично кажется, что это важно для того, чтобы действительно мы сделали шаг в сторону того, чтобы внедрить коучинг в сбор профессий, в перечень профессий существующих в нашей стране, я могу сказать, что Латвия уже отстрелялась, Казахстан на пути, во многих странах уже это есть, осталось мы движемся как сообщество туда, хорошая новость была в том, что перед всей этой вакханалией Государственная Дума объявила о том, что она самолично займется стандартами, обратилась слава тебе Господи в ICF для того, чтобы выяснить, что является коучингом, что нет, но сейчас пока не до нас опять, и поэтому закон о психологической деятельности откладывается, ну бог с ним, подождем еще, мы не первый год ждем, подождем еще. так, это первый пари, да, мне кажется, что это возможно, я сама бы хотела посмотреть, вы просто коуч, вы прям зарабатываете, как коуч, и не зарабатываете больше нигде, Ирина, вы очень важный человек сейчас, да, только коуч, то есть есть такие люди, которые зарабатывают только коучингом, и все, ура, второе пари звучало следующим образом, это был выпускник, он весьма и весьма такой солидный дядя, поздравляю, все, спасибо, спасибо, у меня сегодня хороший день, я выиграла пари, вот, второе пари было такое, это такой солидный, ну, в общем, он цифровик, он занимает Яндексом, я не буду говорить, в какой области Яндекса, и он заканчивал у нас программу в университете в Эриксенском, и на четвертом модуле у нас есть там такой вопрос, как вы видите будущее коучинга, мы исследуем себя, то, как мыслит человек, ну, это вообще не имеет отношения, это просто вопрос, и, и, он отвечал на этот вопрос, и вдруг встает и говорит, я вам сообщаю, коучинг будет, а коучей не будет, сказать, что мы удивились, это не сказать ничего, представляете, сзади сидит куча народа, вдруг выходит солидный дядя, который там прям при делах, который только что с ними учился, и говорит, коучинг будет, а коучей не будет, потому что я все отспорю, а у меня есть шутка такая, что если бы было возможно по схеме вести коучинг, то уже давно бы рядом с банкоматами стояли коуч-маты, где мы бы подходили к ним в тяжелом случае, нажимали бы на кнопку, бросали бы жетоны, нажимали бы на кнопку, и нам машина бы говорила, что будет для вас наилучшим результатом в следующий год, а что бы вы хотели, как бы вы хотели, чтобы это было для вас, но это невозможно, почему, потому что мы это понимаем, он говорит, я оцифрую, я уверена в этом пари, я вот не беспокоюсь, я не так беспокоилась, как насчет первого пари, я могу сказать, что прям уверена, что коучи останутся, почему, потому что это связано с тем, что, ну и восстание машин на сегодняшний день невозможно, так же, как и искусственный интеллект, который путается с электронными связями, связано вот с чем, дело в том, что любой человек, любой ребенок, ребенок любой, способен на одну вещь, которую, чтобы оцифровать по данным Анатолия Абасермана, который недавно это в передаче открытым текстом заявил, он сказал, что чтобы сделать один ценностный выбор, который любой ребенок может сделать за несколько мгновений безошибочно, нужно собрать все электронные устройства, которые существуют в мире, и он будет отцифровывать этот один единственный ценностный выбор в течение года. Вот этот вот суперкомпьютер, если мы все отдадим все свои электронные устройства для того, чтобы машина сделала этот выбор, она будет работать целый год. Могу сказать, не только коучингу быть, но и коучем. Поэтому, друзья, продолжаем учиться, слава богу, Айсеф устроил все так, что мы обязаны даже на самых высоких стадиях подтверждать свою квалификацию, причем МСС подтверждает так же, как и ПСС подтверждает свою квалификацию, исключительно только тем, что показывает, что осваивает новую территорию, то есть учится. Самое важное продолжать образование и практику коучинга. Ну и третья пари, и это, пожалуй, завершающий миф, и это очень веселая история. Я имею честь быть знакомым с этим человеком, это советник по экономическим вопросам, и он каждый день дает сейчас свою аналитику, связанную с экономикой. Его зовут Михаил Хайзин, и недавно он выдал такую штуку, мы с ним пари. Он говорит, друзья, молодые люди, было обращение у него, молодые люди, пожалуйста, подумайте о своем будущем. Мир так изменился, это было неделю назад, мир так изменился, большинство профессий отомрет через 10 лет, потому что, ну, он там много-много чего объясняет. И говорит, не знаю, кто будет востребован, очень трудно мне подумать о том, что останутся всякие коучи. Вот это было, знаете, для меня просто потрясением, он меня знает лично. Так, как же так? Звоню ему, говорю, как так, он говорит, ну, Оля, ну, ты же не всякий коуч. То есть, смотрите, о чем речь, он имел в виду, немножко, не очень разбираясь в тонкостях словосочетания коуч, он имел в виду вот самые позиции коучинга, которые называют коучингом, а коучингом не являются. это мотивационное ораторство, проведение разного рода эзотерических программ и так далее. Слава Богу, пришлось мне объяснить ему такие, что же такое за профессия, и когда речь идет именно об этом, о том, чтобы помогать людям думать, на будущее, выстраивать виртуально это, помогать мозгу переориентировать свои нейроны, вытаскивать их из старых болезненных связей и наращивать новые связи, связанные со счастьем, собственно, коучинг дает нам вот это вот ощущение того, что мы важны и нужны, и вся история, которая сейчас происходит, ну, собственно, вот это будет сейчас рабочий кабинет, я никуда не езжу, я могу сказать, что бывали дни сейчас во время вот этого месяца, самый яркий из них был такой, что я начала разговаривать с людьми в 6 утра, а закончила в 10, я, конечно, второй раз так не делала, потому что я и все время разговаривала через окно в мир в виде интернета, и я, конечно, понимаю, что лучше так не делать, больше теперь я чуть-чуть слежу за собой, потому что вечером у меня было ощущение, что я прозрачная, и я думаю, что многие из вас сейчас понимают о том, что может быть, конечно, не все способны заплатить, но я могу сказать, что да, может быть, повысилось количество прона-бона разговоров коучинговых, но то, что точно люди, которым мы сейчас помогли прона-бона, потом сделают такие выборы, которые обеспечат прекрасный, еще более совершенный мир, чем тот, в котором мы живем, и в этом совершенном мире нам воздастся, но кое-кто и платит, я вам могу сказать, причем так не слабо, поэтому профессия осталась, она востребована, коучинг, не отходят от интернета, все время работают с людьми, поэтому не только коучингу быть, но еще быть живому коучингу, а самое главное, не всякому, а нашему ICF-овскому коучингу точно быть. Спасибо вам большое за внимание, спасибо, что ты... Ой, Юрочка, привет, ты следующий, передаю тебе эстафетную палочку, если слышал, я тут задвинула речь про будущее, как я люблю. Как у вас дела? Прекрасно! Оля, привет, рад тебя видеть, невероятно. Оля Рыбина тоже, да. Да, коллеги. Оля, привет! У нас еще есть твои желания, Юр, ты между двух Олей. Можем задаваться. Оля, привет! Ты где, ты где, дорогая? В Анапе? Дома в Анапе, welcome! Все по домам, просто... просто все очень близко друг к другу. Да, Ольга, Юрий, позвольте еще минутку, потому что у нас еще две минуты, Ольга, новое степенье, и у нас есть вопросы, Ольга. Вопрос номер раз, да. И тем не менее, цифровой коучинг развивается особенно в других странах. В чем вы видите его пользу с точки зрения популяризации профессии в широких кругах? Хороший вопрос, спасибо. Знаете, есть хороший вопрос, есть интересный вопрос. Хороший вопрос, на который я знаю ответ, интересный, на который не знаю. Хороший вопрос в том, что я точно знаю, в чем разница сквозь этот месяц выяснилась, вот какая вещь. Есть люди, которые являются клиентами исключительно вживую. Есть люди аудиального формата, их примерно 25% населения, которые готовы работать на слух. И им, в общем-то, достаточно все равно, живой этот человек с ними разговаривает или записанный голос. Это те люди, которые могут разговаривать с колл-центром, вот позавчера мне позвонила из Сбербанка Дама и говорит, здравствуйте, меня зовут Галина, мой номер такой-то. Я говорю, если вы хотите что-то мне предложить, то лучше не надо. Она говорит, я могла бы вам что-нибудь предложить? И я поняла, что я разговариваю с роботом. Я сказала, девушка, вам пора прогуляться. А она говорит, нет-нет, мы обязательно вам что-нибудь подберем. Ну, то есть, вы понимаете, люди, которые готовы получить цифровой момент, это безысходный момент, когда степень доверия не позволяет ни с каким-то человеком поговорить. позапрошлым году на станцию МКС поехал коуч, то есть, поехал робот-психолог. Космонавты проводят на станции больше года иногда уже. Летают там себе и летают в космосе. Просто представьте себе, замкнутое пространство. Вот мы сейчас в замкнутом пространстве с семьями, да, и очень хочется периодически сказать, так, я в домике, можно меня, пожалуйста, не трогать 20 минут, мама работает. У кого есть какие потребности, заводите в социальную службу, правильно? Такой момент. А там чужие, считай, люди на станции год летают. И очень хочется уединиться. Но они начинали уединяться и начинался вот этот процесс всей синдрома и одиночества выходили наружу. То есть человеку необходимо с кем-то разговаривать. А станция летает и с ЦУПом то есть связь, то нет связи. И нужно, и помощь очень часто нужна вот прямо здесь и сейчас. И вот такой вот аппаратик. Там сейчас летает кругленькая штучка, которая Алиса, покажи мне дорогу в Анапу, пожалуйста, самую короткую. Да, пожалуйста. И показывает самую короткую дорогу в Анапу через Санкт-Петербург. Потому что у меня там метка дорогого человека стоит. Например. То есть если нужно вот с аппаратом поговорить и просто услышать юмор какой-то или еще что-то, то вы можете не вопрос. То есть цифровой коучинг будет развиваться в местах, где нет доступа к людям или есть вопросы с доверием. У всех остальных людей, если доверительные отношения они способны, они будут искать живого коуча. Второй вопрос. Ирочка, тебя не слышно, у тебя микрофон выключен. Так бывает. Второй вопрос относится к ранней части. Пять лет от момента начала обучения, тогда сколько часов практики? Вы имеете в виду, например, я там поняла, что я петлю потеряла. Смотрите. Вот как если бы вы ходили в институт, у вас была бы начитка лекций, потом практические занятия, контрольные работы, экзамены. Вот сколько времени... Вот я могу сказать, это по поводу английского языка то же самое. Вот есть люди, которые решили, что первое, что они должны освоить на уровне высшего образования, это какой-нибудь язык. Они идут и учат этот язык. с утра до вечера. Там у них такая литература, вот такие наклонения, тудой-сюдой, все это вот так вот, вот так вот. И через пять лет они говорят по-английски, например. Вот я учила язык, я могу сказать, что пока я вот это количество часов практики, слушания, теоретического материала не набрала, не заговорила по-английски. Вот с коучингом то же самое. Нужна практика такая же. Вот если вы пять лет занимаетесь в университете с восьми до двух, с перерывами, вот посчитайте, и потом еще выполняете домашние задания, вот столько же нужно позаниматься коучингом. Но если это второе высшее, то два с половиной года, скорее всего. Скинула чуть-чуть планку, чтобы не пугать народа. Если это высшая психология, то два года. Да, два с половиной я училась второму высшему психологии. Тут была целая история сейчас, да. А если четвертое, ну два. Ну два, но обязательно каждое очное посещение, то есть ежедневные занятия. И дальше растягивайте. В общем-то, АСФ выставила нам планки. Количество часов. Пятьсот это профессионал. Вот как вы их быстро наберете? Две с половиной тысячи мастер. Как? Вот сидят три МСС сейчас здесь, да. Спросите, сколько времени заняла эта дорога, да. По набору часов, я не по получению МСС. Это тут Оля, человек, к которому будем кланяться вечно, да, которая открыла нам, протоптала нам путь на русском языке, потому что мы учили английский, чтобы сдать на МСС, вместо того, чтобы учить компетенции. Вот, Ольга, низкий поклон, потому что она протоптала нам эту дорогу, как мы можем это сделать на русском языке. Но часы, за сколько времени вы набрали часы? Да, вот у всех разные. Я знаю людей, которые за год умудряются в пятьсот часов набрать. Это люди, которые с утра до вечера их... Все, освобождаю площадку, простите, пожалуйста, чуть задержала. Счастливо.